Держите их от души с танцем «Кулинка». Давайте не только поддержите, но еще и подпевайте им обязательно. Хорошо? Они очень волнуются. Где-то вам аплодисменты. Лиша, как и лучше вам надо. Это круто! Держите их от души с танцем анаам. А кто никогда не склонны? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сделала небольшое объявление. Скажите, пожалуйста, вы же все знаете, что корейские международные танцевальные фестивали это в первую очередь K-Pop Comedy Dance фестиваль, во вторую это K-Pop World фестиваль. Какие еще знаете? Не знаете. Скажите, пожалуйста, ввиду последних событий K-Pop Dance фестиваль у нас сейчас здесь не проходит, но в последний раз K-Pop World фестиваль проходил в 2017 году. Это фестиваль, который организовывает телеканал KBS и победителей от России отправляют в Корею. Поскольку офлайн его провести здесь нереально, то считайте, четыре команды, которые здесь сегодня победят, могут поехать в Корею на финал. В 2017 году, сейчас скажу, по-моему с 2011 года после матрики он у нас проходил, ездили туда и МЧС и Патихарду, и Патихарду уже ездили туда, да? Вот. Да, представляете? Это очень-очень круто. Ну а раз я начала об этом говорить, давайте-ка я вам заодно представлю наших почетных членов жюри. Ура! 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 Начнем с наших... Утя, вставай. Утя, представитель diferenờ Команду своих, которая когда-то тоже бывала в Корее на К natured Да, выступали. Их команда победителей огромного количества фестивалей, они очень классные. Настя Боттикар Собай! Это ее команда Боттикар, которая была создана уже 10 лет назад, больше 10. И они когда-то как раз победили на K-pop World фестивале, насколько я помню, в 2017 году, это название Hop Dublin. Да? О-о-о! Обалдеть! Телси. Они ездили в Корею и выступали на одной сцене с огромным количеством айдулов на одной сцене вместе с ними. Представляете, даже пели там через пять. Это было прикольно. Наш самый древний член жюри. Та-а-а! Хайдинг-дейтер со стажем. Больше 13 лет. Просто шикарные премиографы, танцоры. Очень советую к ней обращаться. И много лет. Мужчина, наверное, 7. В жюри на фестивале. Шикарная женщина. А также у нас сегодня есть почетные гости из культурного центра при посольстве Рея. Встречаем ответственность за развитие кей-поп-направления в России Чеон Чжун. И директор кей-попового центра, полновочный министр Пак Чжун. Аплодисменты! Последний раз скейт-поп-фестиваль проходил у нас в 17-м году. Победители ездили в Корею. Они обучались у топовых хайдалов и кореографов. Учились петь, танцевать. И в дальнейшем выступали над шикарным, мощнейшим концетом. Хэтлайнерами, которые были где-то с электоком? Вполне возможно. Поэтому у тех, кто сегодня получит призовые места у четырех команд, есть возможность попасть в Корею. Это, скажем так, наши оффлайн соревнования. И не все попадут, конечно же, в топ-16 по вашим видео. Будут уже выбирать в Корею представители телеканала и кей-пелес. В общем, я очень рада, что наконец-то такая возможность есть. Наконец-то мы опять можем ездить в Корею. И, наконец-то, вы можете выступать на огромной сцене и развиваться, как самые настоящие крутые звезды. Это очень важные новости. Давайте еще раз поаплодируем Антону. Супер! Ну а сейчас встречается следующих наших выступленцев. Это команда Дэд Ньюс. Дэд Ньюс! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok